Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Коротко об основных темах выпуска. Первый вице-премьер России Игорь Шувалов подвел итоги визита в Самару. Вместе с губернатором он осмотрел новый терминал аэропорта Курумыч и побывал на стройке стадиона. Новая жизнь поселка Прибрежный. Сегодня общественники проверяли, насколько качественно там отремонтированы дороги. Яркие краски Самарского района. Предприниматели устилают путь в свои офисы петуньей. Внимание, вода. Названы наиболее опасные пляжи и водоемы губернии. Из Самары в север Двинск в музей завода «Севмаш» отправится номерная доска подводной лодки. Дар частного коллекционера. Чуть проще, но по всем требованиям ФИФА. Строительство стадиона «Самара-арена» стало одним из главных вопросов рабочей поездки в Самару первого вице-премьера России Игоря Шувалова. Как идет возведение объекта? Вместе с губернатором Самарской области Николаем Меркушкиным Игорь Шувалов проверил настрой площадки. На совещании, которое прошло рядом со стройкой, приняли ряд важных решений, в том числе относительно генподрядчика. Кроме того, в центре внимания оказались вопросы развития транспортной инфраструктуры и благоустройства Самары. О том, какое наследие оставит чемпионат, репортаж Марины Коровцовой. Вопрос решен. Генподрядчиком строительства стадиона «Самара-арена» остается ПСО «Казань». При этом вся документация передается на федеральный уровень, так же, как и с другими стадионами, строящимися к чемпионату в России. Предельная стоимость работ по спортообъекту – 18 миллиардов 200 миллионов рублей. Сэкономить удастся на внутренней отделке помещений, в том числе ВИП-ложь. Чтобы вернуться в график, подрядчик пообещал ускорить темпы. Подрядчик берет на себя обязательство ускорить сейчас работы на объекте, больше выставить техники и людей, нагнать все сроки к ноябрю. Проектная документация передается Министерству спорта. Проектная документация будет в тех пределах, в которых это возможно, упрощена, с тем, чтобы сэкономить на неподрядных работах. Завершить строительство подрядчики должны к концу 2017-го. Экономия не повлияет на итоговые параметры и функционал стадиона. Весь каркас сделан. О чем речь идет сейчас? Самое важное сделано. Самое важное сделано. Основа вся сделана. Все заинтересованы, чтобы стадион был хорош. Здесь будут проводиться четвертьфинальные матчи. Здесь будет играть сборная России, третий матч после Москвы-Питера в Самаре. И понятно, что стадион будет соответствовать всем абсолютно требованиям. Как отметил Игорь Шувалов, подготовка к чемпионату в Самаре идет неплохо. По некоторым объектам даже с опережением графика. В хорошем состоянии гостиничный фонд строятся дороги и развязки. Важно, какое наследие ставит мировое футбольное первенство жителям города. Вообще мы заинтересованы в том, чтобы город получил обновление, совершенно другую городскую среду. И мы будем для этого совместно стараться. И федеральное правительство, и правительство Самарской области. И в очень хорошем состоянии аэропорт. Один из современнейших в мире, я могу сказать, функционален, удобен для пассажиров. В центре внимания и организация железнодорожного сообщения по маршруту Самара-Курумач-Тольятти. Этот вопрос также обсуждали на совещании. Работу в этом направлении областные власти ведут с железной дорогой и Министерством транспорта России. Есть интересные проекты, которые могут быть реализованы с участием иностранных инвесторов. Этот проект должен воплотиться в жизнь и без привязки к Мундиалию. Марина Кравцова, События. 31 миллиард рублей в ближайшие 2-3 года может получить Самарская область на строительство моста через Волгу и магистраль центральную. Минтрансам России подготовлены предложения по дополнительному финансированию строительства ряда крупнейших объектов. Этот вопрос обсуждался в ходе встречи президента Российской Федерации Владимира Путина с губернатором Самарской области Николаем Меркушкиным. Подробности в нашем следующем сюжете. В числе знаковых для области инфраструктурных объектов магистраль центральная, которая должна пройти по проспекту Карла Маркса. В течение трех лет Минтрансам России запланировано федеральное софинансирование строительства в размере 4,5 миллиардов рублей. Проектирование магистрали центральной уже завершено. Идут подготовительные работы. К строительству приступят в ближайшее время. Магистраль центральная станет одной из ключевых транспортных артерий региона. Кроме того, Самарская область получит более 3,5 миллиардов рублей на строительство автомобильных дорог в рамках подготовки к проведению Чемпионата мира по футболу 2018 года. Эти расходы предусмотрены федеральной целевой программой развития транспортной системы России на 2010-20 годы. Жители такие новости оценивают позитивно. Конечно, хорошо. Если сами не справляемся, конечно, нам нужно помочь. Тем более мы будем лицом, скажем так, нашей страны в 2018 году. Поэтому обязательно надо. Хорошо, что выделяете деньги. Заметно то, что дороги становятся лучше. Но надо еще, чтобы больше было хороших дорог. Вольская вся убитая дорога. Да много у нас дорог, которые все надо восстанавливать. А так, деньги, конечно, нужны. Не менее важные объекты – мостовой переход через Волгу у села Климовка и Фрундинский мост. Николай Меркушкин обратился к президенту с просьбой поддержать их реализацию. По итогам встречи глава государства дал поручение Министерству транспорта России. В следующие два года на строительство мостового перехода Фрундинский планируется направить 6 миллиардов рублей. Это позволит завершить работы в 2018 году. Напомним, возведение моста ведется ударными темпами. В ближайшее время область получит 1 миллиард рублей на строительство этого объекта. Сейчас на двух береговых опорах из четырех работы уже завершены. Одновременно рабочие занимаются дорожными развязками. Также работы проводятся по строительству девятого съезда в рамках развязки с улицы Фрунзе. По девятому съезду проводятся работы по устройству подпорной стены, которая будет укреплять крутые берега правого берега от обрушения и осыпания. В 2018 году начнется строительство и крупнейшего за последние десятилетия инфраструктурного объекта мостового перехода через Волгу в районе села Климовка. На эти цели планируется направить 16 миллиардов рублей. Мост будет размещен в обход Тольятти, что в значительной степени позволит разгрузить трафик на участке федеральной автомобильной дороги М5 «Урал», проходящей по территории национального парка Самарская Лука и Жигулевской ГЭС. Появление нового моста также позволит выйти на проектные мощности предприятию «АвтоВАЗ» и особой экономической зоне. Окончательное решение по данным вопросам будет принято правительственной комиссией по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год. Соответствует всем стандартам. Такое заключение сделали члены комиссии после контрольной проверки недавно отремонтированной дороги в поселке Прибрежный. Ремонта дорожного полотна там не было более полувека. Теперь ездой без препятствий наслаждаются водители. Подробности у Павла Баймакова. Водитель вахтового автобуса Владимир Сергеев в поселок Прибрежный ездит каждый день. Вот уже почти месяц не может нарадоваться на новую дорогу. Да и площадка для разворота теперь тоже новая. Башину месяц разбиваются. Все нормально ехать. Не трясет ничего. Все нормально. Спасибо за дорогу. Кратчайшие сроки здесь отремонтировали большими картами. Порядка 35 тысяч квадратных метров от трассы М5 до улицы Звездная. До этого сняли старый асфальт, уложили новые, более износостойкие, высококачественные асфальтобетон марки Б1, в составе которого высокопрочный щебень. Дорога была отремонтирована в числе первых. Она соединяет поселок с федеральной трассой. Справились подрядчики. Быстро трудились, круглосуточно, без выходных. Гарантия на объект – два года. При проведении контрольных мероприятий по замерам нарушение не обнаружено. При проведении лабораторных испытаний, которые уже были сделаны заранее, также видно, что протоколы подтверждают полное соответствие дорожного покрытия. Было отобрано 34 пробы. Все пробы соответствуют. Толщина также везде есть. Практически завершены работы на Красноглинском шоссе на участке от Волжского до Московского. Ремонт охотил 57 тысяч квадратных метров дороги. Уже уложено новое двуслойное асфальтовое покрытие. Кроме того, в рамках контракта отсыпаны и укреплены обочины. Впереди установка бордюров. Сейчас здесь берутся пробы асфальта. Его качество также проверяют в лаборатории. Затем отверстия от кернов своевременно заделывают. Ремонт захватил и поселок Мехзавод. Жители второго квартала давно мечтали о благоустройстве, как они называют, небольшой местной площади. Здесь находится несколько остановок общественного транспорта. Тротуары от нее ведут к социальным учреждениям, заводу «Салют» и магазинам. Этот участок также отремонтируют и благоустроят газоны. За процессом тщательно следят общественники. Очень хорошо, что сейчас у нас контроль за ремонтом дорог выполняют не только представители власти, но именно общественники. Это и депутаты районного совета, и председатель ТОС. Вот я являюсь председателем ТОС, и я тоже активно включилась в эту работу. Такая задача была поставлена губернатором и главой города. Качество работ контролируют на всех этапах – от фрезерования до укладки верхнего слоя. Сейчас ремонт завершен почти на двух десятках улиц. Всего планируют привести в порядок 73 дороги. В том числе 51 магистраль на площади 963 тысячи квадратных метров отремонтируют большими картами. Кроме того, обновят и более 140 тысяч квадратных метров внутриквартальных территорий. Павел Баймаков, Станислав Левин. События. Устилают путь в офисы петуньями и бархотками. Сотни предпринимателей Самары уже разбили цветники рядом со своими организациями. Но есть и те, кто до сих пор не заразился красивым примером и продолжает отказываться участвовать в озеленении. Что движет и теми, и другими узнавала Марина Матвейшина. Все сдержанное и со вкусом владельцы кафе постарались создать рядом с заведением маленькую грузию, чтобы гости или просто прохожие могли почувствовать ее дух в Самаре. Нам хочется делать что-то приятное и красивое для города. В каждый элемент, несомненно, была вложена душа. Фасад не является исключением. Озеленение обеспечивает определенный уют, чтобы каждый гость чувствовал себя как дома, чувствовал нашу теплоту и заботу. Владельцы магазина цветов тоже решили создать оазис перед своим входом. Но сейчас крыльцо магазина украшают не сами цветы, а лишь надпись. Во время обеда в течение дня утащили наши клумбы. Они были очень красивые, даже проходящие мимо люди. Девятцы, куда же делать такая красота. Так что вот так вот. Будете еще пытаться? Просто мы, может, пристегнем замочком. Фасад магазина по соседству скромен и неприветлив. На наши вопросы, почему владельцы не участвуют в программе «Цветущий город» или, быть может, растения тоже украли, получаем один ответ. В то же время десятки предпринимателей Самарского района откликнулись на призыв городских властей превратить столицу региона в самый цветущий город в Поволжье. Владельцы магазинов, парикмахерских, кафе уже окружили свои заведения цветами и вписали клумбы и кашпо в стиль и концепцию своего заведения. Первая и главная ценность – это наши гости, для которых мы и делаем это. У нас нет каких-то акцентов на то, сколько мы на это потратим. Или, не дай бог, снимут у нас эти цветы завтра или нет. Мы об этом, честно, не думали. Мы хотели донести до наших гостей, что мы о них заботимся, что для гостей мы делаем так же, как и делаем и все для себя. Поэтому мы считаем, что деньги – это немножко второе. В этом году благодаря программе «Цветущий город», запущенной по инициативе главы Самары Олега Фурсова, ярких красок в городе стало больше. На 25% увеличилась площадь высадки цветов. Сотни предприятий, от промышленных до малых, откликнулись на призыв властей и присоединились к программе. Курс на красоту взяли и жители города. В своих дворах они разбили газоны и уже соревнуются дворами в искусстве ландшафтного дизайна. Марина Матвеевшина, Максим Гусев, События. Пока одни созидают, другие рушат. Цветы, дома и пляжи пострадали этим летом от рук вандалов. Нарушители разворовывают клумбы, ломают оборудование, разрисовывают стены. За это их штрафуют. Те, кто решится нанести более серьезный ущерб, получают реальный срок. О том, как в Самаре борются с вандализмом, репортаж Алины Чемерес. Этим летом пляж в загородном парке пострадал от рук вандалов. Неизвестные испортили лавочки, перевернули урны, поломали информационные таблички. Этот случай не единственный достался пляжу Ладьи. Погромы в местах для купания в самый разгар пляжного сезона. Случай вопиющий. Раньше такое случалось только ближе к осени. Любят вандалы и цветущие места. С проспекта Ленина на днях украли два кашпо. Также с городских улиц исчезли тысячи цветов. Их не стесняются выкапывать даже средь бела дня. Вредители орудуют и в жилых кварталах, разрисовывают фасады домов. Все это добавляет хлопот городским службам. Мы со своей стороны боремся, как при выявлении, просто стараемся сразу все это закрашивать. И второе, когда у нас появляется в основном с выходом на крышу, мы проверяем замки. В основном они бывают или просто выдранные с корнем, вешаем, устанавливаем обратно замки. От рисунков до разбитых окон в средствах не стесняются. Если ущерб серьезный, за вандализм можно получить реальный срок. За последнее время в области уже заведено 4 уголовных дела за порчу имущества. На одного из виновников наложен штраф в 10 тысяч рублей. Поймать за руку нарушителей непросто. Чтобы обезопасить город от вандалов, устанавливают видеокамеры. В сквере Пушкина стоит видеокамера. В ряде других скверов тоже они есть. Ну и если наберем набережную, то там тоже осуществляется патрулирование полиции с представителями добровольной дружины. То есть такие меры тоже принимаются. Патрулирование улиц постоянно на основе проходит. С каждым разом все увеличивается, увеличатся наряды патрулей. Соответственно, данные меры все-таки меньше. Я думаю, совершаются преступления, административные правонарушения. Следить за красотой Самары городские службы призывают и жителей, вандалов снимать на фото или сразу обращаться в полицию. И, конечно, самим бережно относиться к городскому имуществу. Алина Чемерис, Евгения Кондольская, Григорий Плешаков. События. 39 человек с начала года утонули в водоемах Самарской области. Четверо из них дети. ЧП случаются на стихийных пляжах и в местах, запрещенных для купания. Это река Самара в районе Кировского и Южного мостов, Воронежские озера, острова Зелененький, где последняя трагедия случилась буквально накануне. Утонула женщина. В 70% случаев причиной трагедии стал алкоголь. Часто людей подводит здоровье и излишняя самоуверенность. Кроме того, статистику несчастных случаев на воде пополнила авария на маломерных судах. Катер столкнулся с восходом у пристани Осипенко. Два человека, пассажир и водитель катера погибли. Если взять статистику за пять лет, то, в общем-то, статистика, она примерно на одном уровне. Основные причины этих происшествий – это отсутствие наблюдения за окружающей обстановкой, плавание в сложных гидрометеорологических условиях, нарушение правил плавания по внутренним водным путям, неумелое маневрирование. Далее коротко о других темах дня. В Самаре полицейские задержали подозреваемого в серии уличных грабежей. Предполагаемый злоумышленник, житель Целоборска, совершал нападение на женщин и при этом срывал с них золотые украшения. В результате общий причиненный ущерб потерпевшим составил более 100 тысяч рублей. Задержанный не стал опираться и признался, что на его счету около 10 грабежей. Из Самары в Сызрань по Волге пустят скоростные суда в восход. Об этом сообщил министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин. По его словам, решено не приобретать новый речной транспорт, а восстановить старые единицы. В первую очередь специалисты отремонтируют двигатели, затем интерьер и покрасят в новый цвет. Два судна выйдут на маршрут до конца этого года, третья в 2017 году. Индивидуальный предприниматель в Самаре оштрафован за незаконную СМС-рассылку. Сумма наказания за нарушение рекламного законодательства составила 12 тысяч рублей. В антивенопольную службу поступило обращение от гражданина, на телефон которого регулярно поступал спам рекламного характера о предоставлении различных финансовых услуг. Согласий на это заявитель не давал. Специалисты Самарского управления ФАС России установили нарушители и вынесли предписание о штрафе, который на сегодняшний день уже оплачен. В Самаре вводится временное ограничение движения. С 20 часов 15 июля до 23.17 из-за строительства ливневой канализации будет перекрыт участок дороги в районе перекрестка улиц Льва Толостова и Ленинской. Также с вечера 15 июля до вечера 17 изменятся и маршруты общественного транспорта. Так автобус номер 5D пройдет по улицам Льва Толстого, Арцебушевская, Красноармейская, Самарская и далее по своему маршруту в обоих направлениях. В том же направлении изменятся маршруты номер 37, 205 и 295. Кроме того, в связи с очередным этапом реконструкции Московского шоссе изменится схема движения автотранспорта и по улице Ташкентская. Редкие гости на Самарской земле неподалеку от областного центра обнаружено семейство ядовитых тарантулов, которые обычно в наших краях не водятся. По мнению специалистов, скорее всего, эти завсегдатые степей и полупустынь оказались здесь не сами по себе. Вероятно, они жили у кого-то дома, а потом сбежали на свободу. Из Самары в Северодвинск в Дар-музей у завода «Севмаш» отправят номерную доску подводной лодки Б-107. Табличка с тактическим номером и названием завода для подлодки является паспортом и по значимости приравнивается к знамени полка. Долгое время она считалась потерянной. Табличка всплыла в частной коллекции, откуда ее и выкупил самарский коллекционер Дмитрий Хмелев. Узнав о значимости этой находки, Дмитрий решил лично передать ее в музей завода-изготовителя. Также он пригласил с собой причастных людей с армией ветеранов-подводников, так как считает заслуга обнаружения и передача должна принадлежать Самаре. В Северодвинске очень серьезно подходят к организации торжественной церемонии. Для города эта вещь уникальная и знаковая. Генеральный директор предприятия и сын первого командира подводной лодки Б-107 будут встречать самарскую делегацию с частицей северодвинской истории. Мы считаем, что в этой таблице определенная душа лодки есть. Душа тех людей, которые служили, отдавали долг Родине в ее кубриках, выполняя боевой долг во благо нашей страны. И поэтому это заслуженная поездка, заслуженная передача туда. Мы очень рады и надеемся, что многие поколения моряков будут видеть ее, вспоминать те славные дела, которые делали их предки. Находка на улице Старозагора во время работ по демонтажу. Чаш фонтанов под слоем бетона строители обнаружили старое мозаичное панно. До этого считалось, что они утеряны после предыдущей реконструкции. Выяснилось, что все это время они скрывались под толстым слоем строительного материала. Вероятно, это оригинальное украшение фонтанов еще с 70-х годов. По просьбам жителей, городские власти приняли решение сохранить находку. Сейчас главой города поставлена задача обсчитать возможность, во что выйдет сохранение данного варианта с цветной мозаикой, выполненной смальтой. Очень красивый, по красивым эскизам, по красивым рисункам. Еще раз заявить о Самаре как о космической столице России предлагает архитектурное сообщество. В Октябрьском районе предлагается открыть новый научно-культурный парк «Союз», который может стать новым культурным кластером города и привлечь поток туристов. Как планируют изменить сердце Октябрьского района, узнавала Лариса Шалафаст. В новый парк «Науки и культуры «Союз» архитекторы предлагают включить три знаковых для города объекта – фабрику «Кухню», «Центр звезда» и музей «Самара космическая». Территорию благоустроят, соединят пешеходными дорожками, построят планетарий, а у музея появятся макеты космических объектов. Пока есть только концепция. Чтобы выбрать лучший проект, архитекторы предлагают объявить конкурс. Мы предлагаем, именно архитектурное сообщество, мы предлагаем провести открытый архитектурный конкурс вот на проект вот этой территории. То есть как всей стратегии, да, вот такой последовательной, поэтапной, так и, собственно, проекта благоустройства, в первую очередь, вот этого небольшого кусочка вокруг «Самары космической». Для того, чтобы это было как бы не закрытое проектирование, да, для того, чтобы можно было вовлечь жителей, чтобы люди действительно поняли, что это делает пространство для них. Создание нового парка «Союз» позволит Самаре еще раз заявить о себе, как о космической столице России. Крупнейшие предприятия готовы предоставить для парка техники экспонаты для размещения. Спутник «Ресурс-Ф2» и самолет Ту-154. Уже несколько лет нам предлагают забрать те символы города, которые, конечно, нужно сохранить народу. Ту-154. Вам переговоры уже будет много лет, и вопрос, поставить его здесь или где-то в другом месте, это уже отдельный разговор. Парк «Союз» может стать новым центром притяжения для туристов. «Мы это все поддержим однозначно. Формируйте предложения по составу рабочей группы. Я полагаю, что все это возможно. Тем более у нас очень много городов-побратимов в экономически сильно развитых странах, где такие проекты реализованы. Возможно, они своим опытом поделятся или инвесторов нам подберут». Реализовать масштабный имиджевый проект планируется в несколько этапов до 2021 года. Лариса Шлафаст, Константин Головин. События. Новости спорта в эфире. Я передаю слово Сергею Кизоркину. Здравствуйте, с вами Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Баскетболист Артем Зайцев мечтает стать кадровым офицером. Кроме спортивной секции, ходит на занятия в патриотический клуб «Вымпел». С оружием на «ты». Легко обращается с автоматом, стреляет, как снайпер, владеет ножом не хуже разведчика. Поэтому с удовольствием поехал на спецсмену патриотического воспитания в лагерь «Юность». Здесь тоже скучать не приходится. Жизнь по расписанию, как в армии. Соревнования ежедневно. Участие сначала, не победа. Чтобы было весело надо. Повеселиться. Потом командный дух, чтобы был. Сегодня день в лагере «Юность» проходит под олимпийским девизом «Быстрее, выше, сильнее». И действительно, подростки должны на станционной игре проявить разные спортивные качества. И силу воли, пронося воду в ложке, и храбрость, преодолевая горно-спасательный участок, и командный дух на мега-волейболе. Победитель определится после прохождения всех этапов игры. Некоторые подростки именно в лагере решают поступить в кадетский лицей или военное училище. «Мы не проводим вступительных экзаменов. Мы как раз завозим их на курс молодого бойца. Абитуриент его сейчас к нам заезжает в следующую смену. И мы в первую очередь смотрим, насколько ребенку интересно вот эта тема, вот этот формат, в котором мы работаем. Неважно, что он не умеет отжиматься, подтягиваться, стрелять. Мы для того существуем, чтобы этому научить. Но надо, чтобы у него был интерес». Несколько лет назад самарский педагог доп. образования Игорь Устинов предложил коллегам организовывать тематические летние лагеря отдыха – спортивные и патриотические. Идея прижила. Сегодня многие лагеря по всему региону работают именно так. Не исключение и юность. Здесь проходят полевые сборы воспитанники патриотических клубов и кадетских лицеев. «Когда мы говорим о спортивном, о военно-спортивном воспитании детей, на самом деле мы формируем три основные качества личности. Это дисциплину, ответственность и характер. Вы знаете, интеллект, ум – все хорошо. И это, безусловно, делается в рамках образовательных учреждений. Но если нет дисциплины, ответственности, характера, силы воли, умения достигать результата, то в жизни ничего не получается». Кроме летних сборов, мальчишки проверяют себя на прочность силы воли еще и зимой. Конкурс в лагере такой же, как и при поступлении в престижный гражданский или военный вуз. Начальник юности признается – от желающих нет отбоя. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. На этом наш выпуск завершен. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова